Ну что же, мы на Нижневовской набережной, на Open Area, который посвящен Дням Москвы. Здесь различные интересные программы, классные модные локации. И сейчас обо всем подробнее я вам расскажу и покажу. Исторические викторины, выступления артистов, фотозоны и все это под открытым небом. Празднования начались с самого утра, сначала в Кремле, потом в усадьбе Рукавишниковых. Московская делегация открыла фестиваль, после чего всех нижегородцев пригласили на Open Area на набережную. Каждый желающий может нести свой вклад вот в этот плакат, разукрасить его. Даже красивая невеста здесь купол раскрашивала. В общем, иду я издалека и думаю, а чего мужчина-то так загадочно сидит, не шевелится. А это оказывается фигура, копия Максима Горького. И все гости фестиваля могут с ним сфотографироваться. Здесь, кстати, очень много интересных экспонатов выставлено. И здесь получатся классные фотки. Я думаю, что вы соберете очень много лайков. Поэтому даже если вы не хотите слушать музыку, не хотите нигде участвовать, вы можете прийти за классными снимками. Но если все-таки вам интересен культурный отдых, то вы сможете пройти историческую викторину о Москве. Для этого мы приглашаем принять участие в викторине, которая называется у нас в очень известной пословице. Новгород Нижний, сосед Москве Ближний. А вы завтра будете здесь стоять? Завтра мы тоже будем здесь стоять. А давайте я сейчас, возможно, не угадаю, потом погуглю и завтра приду. Можно так? Ну, я думаю, что мы вам подскажем. У нас задача не чтобы вы угадали, а чтобы вы побольше узнали. Для этого и проводится наша викторина. Кстати, многие уходили с праздника не с пустыми руками. Гости могли бесплатно получить книги по программе «Книга ворот по-нижегородски». Так как это Дни Москвы, то и артисты выступали исключительно столичные. Нас пригласили выступить, поэтому мы с удовольствием откликнулись и приехали порадовать нижегородцев. Люди развивают свой музыкальный вкус. Может, кто-то до этого не слышал такой музыкальный ансамбль, как у нас, где ансамбль состоит только из медных духовых инструментов. И кто-то вот так вот пройдет мимо, ему понравится, услышит. Может, взрослые люди отдадут своего ребенка заниматься духовым искусством. Я думаю, это полезно в любом случае. Все благодаря Дням Москвы. Все благодаря Дням Москвы, конечно. Все так и случается. Если честно, я вообще ничего не вижу, потому что мне слепит солнце. Но попробую вам сейчас описать ситуацию. Набережная очень-очень длинная, и поэтому в разных уголках выступает множество коллективов. Вон там оркестр, тут оркестр, какой-то бэнд московский. К слову о музыке. Сегодня в нашем метрополитене и завтра будут выступать московские уличные артисты. Поэтому, проходя мимо них, ну вдруг вы поедете на метро, обратите внимание, это приглашенные ребята. Они специально для нас, нижегородцев, выступают. Уделите им минуточку, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, стараются же. Но, к сожалению, многие нижегородцы не знали о таких днях и оказались на празднике случайно. Как вы думаете, вот такие Дни Москвы в Нижнем Новгороде, они зачем? У меня тоже этот вопрос возник. Серьезно? Мы просто пошли с молодым человеком прогуляться и вообще попали. И я вот в предскурсении хора турецкого. Спасибо большое за такой праздник. Мы часто будем здесь гулять. Вот знали, что будет концерт и пришли. Здесь, на территории опен-эйра, проходят различные выступления. А вот на этой сцене будут выступать звезды и транслироваться фильмы. В общем, здесь будет интересно всем. И вы найдете себе занятие по душе, я думаю. Надежда Рожнова, Алексей Корякин, Служба новостей город.